Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Саудовская Аравия пригрозила полным прекращением поставок нефти странам Запада. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью западному изданию Energy Intelligence предупредил страны коллективного Запада о сокращении добычи и экспорта ближневосточной нефти. Но указанные меры руководства Саудовской Аравии пойдут в том случае, если какие-либо страны решатся установить потолок цен на нефть, реализуемую компанией Сауди Арамко. По словам чиновника, власти Саудовской Аравии понимают, что США и их западные партнеры могут со временем распространить потолок цен на другие марки нефти, помимо российской. В отношении нефти, добываемой странами ОПЕК, США намекали на возможность применения антикартельного законопроекта ОПЕК, который рассматривают американские конгрессмены. Принятие данного закона позволит органам государственной власти США предъявлять вместные американские судоиски к экспортерам нефти ОПЕК, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства США и привлекая к баснословным штрафам за картельный сговор. Но каждый сговор будет выражаться в коллективном решении о сокращении добычи нефти для поддержания текущего уровня цен на рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии в очередной раз подчеркнул вредный характер санкций, введенных странами Запада против России в энергетической сфере. Если такие же санкции будут приняты в отношении Саудовской Аравии, то эта страна полностью прекратит поставку своей нефти во все страны, которые присоединятся к соответствующим ограничениям и сократит добычу. При этом Абдель Азиз бен Сальман Аль-Сауд отметил, что он не удивится, что в этом случае к инициативе Саудовской Аравии присоединятся и другие партнеры этой страны по альянсу ОПЕК. В завершении своего выступления ближневосточный чиновник отметил, что у Саудовской Аравии будет четко придерживаться достигнутых ранее договоренностей с российской стороной в рамках сделки ОПЕК в целях поддержания необходимой стабильности на энергетическом рынке. Отмечу, что США угрожают странам ОПЕК принятием закона ОПЕК уже в течение 20 лет. При этом наиболее близки к принятию данных закона американские чиновники были в 2007 году, когда законопроект успели поддержать обе палаты Конгресса. Однако законопроект тогда отказался подписывать президент США Джордж Буш-младший, прекрасно осознавая, каким негативным последствиям для Запада это приведет.